В понедельник с 16 часов вечера здесь все будет по сценарию предстоящего чемпионата мира по футболу. Начнут действовать и ограничения, хотя запретом их называть не стоит. Скорее это правило поведения зрителей на стадионе и рядом с ним. В этот день на стадион лучше приехать на общественном транспорте и заранее будет действовать так называемая зеленая миля. Пешком пройти придется недолго, буквально 800 метров. Схема движения изменится, перекроет улицы в районе Себгата Хакима, Чистопольска и Ямашево. Запрет вступит в силу 16.00 и завершится в 10 вечера. Так, чтобы попасть на игру с собой нужно иметь билет. Его можно получить в кассах с самого утра понедельника, бесплатно. И важный момент, паспорт болельщика не понадобится. Чтобы попасть в этот день на стадион нужно будет показать личные вещи. Проносить с собой нельзя. Взрывчатые вещества, колющие, режущие предметы, красящие предметы, например, лак для ногтей. Также нельзя будет пройти с животными и с музыкальными инструментами. Взять с собой на стадион можно воду не более 100 миллилитров, зонт длиной не более 25 сантиметров. И, конечно же, на стадион в этот день нужно с собой взять и пронести хорошее настроение. Это событие бывает очень редко, особенно в Казани. И надо... ну, у нас практически весь город к этому готовился. И мелкие неудобства, я считаю, ну, это незначительно будет. Ну, потерпим, один раз уж можно, а то такое событие для города будет. В прошлом году, по-моему, тоже было то же самое. Ну, обходились, ездили по Читаево. Мы надеемся на улучшение наших дорог. Это тоже еще один плюс в нашу копилочку. Мне кажется, чемпионат мира вообще это классная вещь. Тестовый матч станет не только для организаторов, но и для зрителей. Генеральная репетиция позволит изучить все правила поведения, чтобы во время самого чемпионата просто наслаждаться матчами. Альбина Слагараева, Игорь Романов, ТНВ «Казань».